Выращивание микробной биомассы План лекции 1. Выращивание микробной биомассы 2. Получение посевного материала в цехе с чистой культурой 3. Промышленная микробиология и генетика 4. Производство белков одноклеточных микроорганизмов Выращивание микробной биомассы Микробные клетки сами по себе могут служить конечным продуктом производственного процесса В промышленном масштабе получают два основных типа микроорганизмов Дрожжи, необходимые для хлеба печенья И одноклеточные микроорганизмы, используемые как источник белков, которые можно добавлять в пищу человека и животных Преимущества микроорганизмов как продуцентов белка Состоят в том, что содержание в них белка очень высокое, а скорость роста микроорганизмов тоже является быстрой Термин «белок одноклеточных» был предложен в 1966 году для обозначения биомассы различных микроорганизмов Бактерий, дрожжей, грибов и водорослей Кроме высокого содержания белка, микробная биомасса содержит также жиры, нуклеиновые кислоты, витамины, минеральные компоненты Для получения белка используются самые разнообразные субстраты Включая парафины нефти, метан, водород, метанол, эталон, уксусную кислоту, углекислый газ, молочную сыворотку, крахмал и т.д. Для промышленного использования перспективными являются термофильные микроорганизмы, растущие при высоких температурах до 50 градусов Цельсия Количество биомассы оценивается по трем основным показателям Первый показатель – высокое содержание белка Второй показатель – содержание нуклеиновых кислот Отсутствие вредных веществ является третьим показателем Так, в пример промышленного производства биомассы можно привести хлебопекарных дрожжей и молочнокислых бактерий и другие микроорганизмы Преимущество микроорганизмов, как у продуцентов белка, состоит в следующем Микроорганизмы обладают высокой скоростью накопления биомассы, которые в 500 или в 5000 раз выше, чем у растений и у животных Микробные клетки способны накапливать очень большое количество белка, дрожжи накапливают 60% бактерий до 70% по массе В микробиологическом производстве, вследствие высокой специфичности микроорганизмов, отсутствует многостадийность процесса Процесс биосинтеза осуществляется в мягких условиях при температуре 30-45 градусов Цельсия, pH равном 3,6 или при давлении 0,1 А Микробиологический путь получения богатым белком биомассы менее трудоемкий по сравнению с получением сельскохозяйственной продукции органическим синтезом Основной целью продукции одноклеточного белка является его содержание в препарате Однако следует иметь в виду, что помимо белка содержатся также и другие вещества, например углеводы, витамины, нуклеиновые кислоты, различные минеральные соединения Часть из которых может оказывать неблагоприятное влияние на организм при попадании в пищу человека и животных Так, вследствие ограниченной способности человека деградировать нуклеиновые кислоты, прежде чем использовать одноклеточный протеин в качестве пищевого продукта, он должен подвергнуться специальной обработке Природа сырьевого материала, используемая в производстве одноклеточного белка, представляет известную опасность Например, потенциальная канцерогенность, углевод, содержащая нефти и парафинов, наличие тяжелых металлов или других загрязняющих принесей, минеральных солей Присутствие остатков, не удаляющихся после экстракции продукта, а также токсинов, в частности микотоксинов, образующихся в организмах, например, в грибах Одноклеточный белок на высокоэнергетичных субстратах представляет существенное коммерческое значение, как источник энергии Например, в таких материалах, как нефтегаз, метанол, этанол, метан Привлекает внимание биотехнологов, как субстраты ряда биотехнологических процессов, главными участниками которых являются бактерии и дрожжи Наиболее подробно, как сырье для получения одноклеточного белка, изучался метан Хотя в настоящее время его использование, в нее есть определенные трудности Противоположность этому значения придается метанолу Одноклеточный белок на отходах Привлекательность растительных отходов, содержащих углеводы, состоит в низкой стоимости, в результате чего удешевляется биотехнологический процесс А также появляется возможность получить одноклеточный белок относительно дешевым образом Основанием для разработки биотехнологии производства одноклеточного белка на растительных отходах является их пригодность для микробной конверсии, наличия в достаточных количествах в течение длительного периода луда, а также имеющийся уровень технологий Одноклеточный белок из сельскохозяйственного сырья Концепция производства растительной биомассы в качестве материала для биотехнологических процессов крайне актуальна и важна В настоящее время такого рода программы пользуются в большой степени для производства этанола Вполне обоснованно полагать, что могут быть использованы такие остатки, как сахарный тростник И они являются перспективным сырьем, который подвергается быстрой ферментативной обработке с достаточно высоким экономическим эффектом Одноклеточный белок из водорослей Водоросли хорошо растут на открытых прудах, нуждаются только в углекислом газе, как источнике углерода, а также в солнечном свете, как источнике энергии для фотосинтеза Чаще всего используются водоросли, такие как хлорела и сцена десмос В некоторых странах мира водоросли выращиваются в прудах или лагунах для удаления с их помощью органических загрязнителей А образующаяся массу собирает и высушивает, добавляет в порошкообразном виде в корм животных Получение рекомбинатных продуктов Технология рекомбинатных ДНК позволяет привлечь гены высших организмов в геном бактерий В результате бактерии приобретают способность синтезировать чужеродные рекомбинатные продукты, соединения, которые прежде всего могли синтезировать только высшие организмы На этой основе было создано множество новых биотехнологических процессов для производства человеческого или животного белков Ранее недоступных или применявшихся большим риском для здоровья Ну на этом все Присылайте ваше домашнее задание посредством подсап-канала или в систему Универ Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok